Всем огромный привет! Рада, что вы зашли ко мне на канал. Сегодня будет видеораспаковка. Получила я буквально вчера, наверное, вот эту посылочку с интернет-магазина Парфюмери Косметики Рандеву. Ароматы я, как всегда, конечно же, никакие не распечатывала. Только достала воздушный пакет, чтобы в кадре не шуметь. Ну, и мне уже, честно говоря, не терпится все ароматы протестировать, все распаковать. Сегодня у меня что-то такое ужасное настроение. Буквально вот проснулась утром и понимаю, что я такая женщина-буря. Женщина-гроза. Не знаю, в чем дело. То ли погода, то ли гормоны шалят. Но настроение сегодня у меня не ахти. Поэтому решила, что хочу сегодня снять видеораспаковку. Не буду затягивать это видео, дабы, чтобы поднять себе настроение. Я очень надеюсь, что сейчас, когда я все это протестирую, все ароматы послушаю, мое настроение поднимется на 100%. Итак, давайте посмотрим, что тут было в посылке. Да, кстати, спешу вам напомнить о том, что в интернет-магазине Парфюмери Косметики Рандеву у меня есть именной промокод, который дает 10% скидку на сайте. Он будет суммироваться, как всегда, абсолютно со всеми скидками и акциями и действует при покупке от 2,5 тысяч рублей. Промокод многоразовый. Он пока что бессрочный, по крайней мере, до конца этого года точно. Поэтому в преддверии новогодних праздников, если вы что-то будете заказывать, можете воспользоваться данным промокодом и сэкономить 10%. И, конечно же, оставляйте отзывы на те товары, которые вы заказываете в интернет-магазине Парфюмери Косметики Рандеву. И первое, что мне попадается, это буклетик, который всегда кладут к заказу. Если есть какие-то вопросы, можно обратиться в службу поддержки и, конечно, вам помогут их решить. Дальше. Дальше подарочки я сразу вижу. Так, сейчас достану. Маска для лица. И что у нас тут? Актив-крем от бренда Skin House. Это корейский бренд. Всегда Рандеву кладут подарки к заказу. Минимум два. Бывает и больше. Вот в последнее время была рассылка пробников ароматов бренда Анжелина. Именно Парфюмерии. Сейчас не знаю, есть ли тут пробники или нет. Будем распаковывать сейчас. Здесь пробники посмотрим. Но в последнее время я уже привыкла, что, как правило, обязательно один-два пробника к заказу ароматов бренда Анжелина кладут. Дальше. Будем уже с вами распаковывать пробники от Леванты. Уже не терпится мне некоторые ароматы здесь протестировать, послушать, с которыми я хочу познакомиться. Кстати, в этот раз как-то так все упаковано. Обычно скотчем еще приматывают вот этот воздушный пакет, воздушную пупырку. А в этот раз просто так, как по маслу получается распаковка. Так, давайте посмотрим, что у меня здесь было. Давайте с пробников начнем, наверное, да. Вот пробники я заказала те ароматы, с которыми вообще не знакомы. Хочу познакомиться, конечно, поближе. Аромат от Juliet Hazegan. Это Exvitiver. Новинка, по-моему, 24-го года. Отзывы противоречивые, спорные. Кстати, как правило, многим не нравится этот аромат. Я даже в телеграм-канале у девочек спрашивала мне, никто уже познакомился, возможно, с этим ароматом. И, по-моему, все мне написали, что аромат не очень. Слышат там такие рассольные ноты. Но я хочу все-таки его протестировать. Пробник недорогой. И так как, в принципе, я очень люблю и уважаю бренд Juliet Hazegan. Достаточно много у меня ароматов от данного бренда. Поэтому, конечно, хочу познакомиться с этой новинкой. Но потом я, наверное, отдельное видео, как всегда, с нему расскажу. Вам понравился, не понравился в итоге. Дальше. Я вам говорила, что хочу активно знакомиться сейчас с брендом The House of Wood. Потому что, конечно, меня прежде всего привлекают флаконы. Но и ароматы достаточно интересные. По отзывам многие их хвалят. И в этот раз я заказала пробник аромата Guilty Crush. Если я не ошибаюсь, название. Я когда увидела этот флакон. По-моему, это новинка 24-го, либо прошлого года. Потому что, вот буквально недавно я еще этот флакон на рендеву как-то не видела и не замечала. А тут увидела прекрасной красоты флакон. Зашла почитать пирамиду. И поняла, что, скорее всего, мне это понравится. Потому что там и ягоды, и шампанское, и помадные ноты есть. Я такое все люблю. Даже порывалась заказать его вслепую. Но все-таки, конечно, аромат не бюджетный. Поэтому не стала рисковать. Если бы он стоил 4-3 тысячи рублей, конечно, я заказала бы его вслепую. Но так как аромат стоит уже больше 10 тысяч рублей, поэтому, конечно, вслепую здесь уже рисковать не будешь. Но, конечно, я рада тому, что на рендеву можно познакомиться с различным количеством ароматов. И с новинками, и с какими-то винтажными парфюмами. Заказать не просто сразу флакон, а хотя бы маленькую версию просто протестировать. Потому что в магазине я данный бренд не встречала. Поэтому у меня такой возможности, например, познакомиться где-то в офлайн-магазине нет. Поэтому только если его заказывать онлайн. И третий пробник, который в этот раз я взяла, это один из моих любимейших брендов. У меня тоже, опять же, достаточно много ароматов от данного бренда. Это Zadig & Voltaire. Аромат называется Vises Reali. По-моему, это тоже новинка 24-го года, если не ошибаюсь. Но в магазине я еще этот аромат не встречала. Еще какая-то у них тоже новинка вышла. Мне кажется, то ли в конце 23-го года, то ли в начале 24-го. Флакончик вставлю, покажу. Там с нотами кожи. Я тоже хочу с ним познакомиться. Но мне девочки писали, что вроде бы в L'Etoile данный аромат появился. Поэтому я все надеюсь, что застану его в моем ближайшем магазине L'Etoile, чтобы протестировать. Ну, дабы, чтобы пробник не заказывать. Хотя бы я с ним просто познакомлюсь и пойму потом в дальнейшем. Понравился, не понравился. Поэтому буду тестировать. Надеюсь, что аромат от бренда Zadik & Voltaire меня не разочарует. Дальше я заказала три от Levante объемом 8 мл. Тоже прекрасный формат. Но с этими ароматами я более-менее как-то еще знакома с некоторыми. И вот тоже, если вдруг кто не знает, на сайте рандевую есть еще такая дополнительная приятная функция. Если заказывать три миниатюры, то проходит дополнительная скидка 5% именно на миниатюры. А если более пяти, то там, по-моему, уже 7% скидка проходит. Вот что-то такое. Поэтому берем на заметочку. Если что вдруг... Сообщение на почту пришло. Если что вдруг, то, конечно, выгодно взять вот так в заказе минимум три миниатюры, чтобы еще дополнительная скидка прошла. В общем, давайте смотреть. Здесь у меня, кстати, достаточно бюджетный аромат. Они вообще там что-то по 400, по 500 рублей стоят. Ну, вот я имею в виду такие миньки. Искада Черри Ин Джипен или Джипан. Я не знаю, как правильно. Напишите, кто знает, кто в курсе. Этот аромат у меня был в пробнике. Как-то мне, по-моему, с сайта Рандеву тоже в подарок его клали. Мне он так понравился. Но, к сожалению, полноразмерного флакона на Рандеву давным-давно нет. Я бы его заказала. Вот честно. Давайте я его нанесу. Ну, пирамида очень-очень скромная. Я, наверное, знаете что? Я, наверное, еще одну такую миниатюру себе к лету закажу, потому что стоит она недорого. Пока что там что-то 450 рублей. И вот это получается 8 миллилитров. Еще одна это уже 16 миллилитров аромата. Это мне будет предостаточно, чтобы летом побаловаться. Пирамида скромная. Здесь, по-моему, заявлен цветок вишни, бобы тонка и, возможно, какие-то цветочные ноты. Но это такой сочный, позитивный аромат. Действительно, я в нем слышу не просто цветок вишни, не просто само цветение, а как будто бы саму вишню. Но вишня, она больше такая для меня здесь компотистая, какая-то мурмеладная. То есть это не свежая именно ягода вишня. А по большей степени, да, это как будто бы какой-то такой вишневый компот, прохладный, с небольшим количеством сахара. Сладость есть, но она такая мягкая, свежая и зеленая. Бобы тонка немножечко аромат заслащивают, придают ему теплоты. И какой-то большей глубины. В общем, просто само очарование, аромат потрясающий. Конечно, в духе вот этих лимиток эскада, в принципе, да, они все такие, можно сказать, беззаботные, в какой-то мере легкомысленные. Ароматы в какой-то мере просто поливашки. Но мне очень это направление нравится. Поэтому я все-таки решила заказать миниатюры, потому что побоялась, что вообще даже миниатюры с продажи пропадут. Аромат мне нравится. Но если вдруг появится флакон паноразмерный в наличии, на рандеву я обязательно себе закажу паноразмерный флакон 100%. Очень приятный аромат, безумно мне нравится. Прям-таки я буду им пользоваться даже, возможно, сейчас дома. Буду себе поднимать настроение. Ну а к лету обязательно еще одну миниатюру закажу. Дальше, что у меня здесь еще было из миниатюр? Аромат от Lanvan, это получается фланкер классического Eclador Pitch, это Mon Eclam в таком симпатичном розовом флаконе. Кстати, на рандеву я смотрю, очень-очень бюджетно стоит тестерный формат там сотка. Скорее всего, да, флакон придет без крышки, потому что ароматы в тестерном формате у бренда Lanvan, как правило, выходят без крышек. Именно в тестере. Поэтому я вот думаю, если очень-очень зайдет, если очень понравится, закажу тестерный формат. Ничего страшного, что он будет без крышки, зато по цене очень получается выгодно. Там он стоит что-то 3200, плюс промокод применяем, там меньше 3000 рублей за сотку. Вообще супер цена, где у меня блоттеры. Так, я вот, кстати, с этим ароматом, в принципе, знакома. Я его в магазине тестировала, но я не помню что-то, понравился мне он или нет. Ой, ну такой приятный, свежий, фруктовый. В духе, конечно, бренда Lanvan в целом. Но это, конечно, такая летняя история на теплую весну, на теплое лето. Свежий, фруктовый, цветочный аромат. Немного такого пышного, воздушного мускуса. Наверное, скорее всего, даже такой типичный мускус бренда Lanvan. То есть определенный почерк узнается. Буду разнашивать, буду его тестировать. Пока ничего не могу сказать. Я даже пирамиду не знаю, не смотрела. Но приятный аромат. В какой-то мере, наверное, банальный. В подобном направлении, в принципе, много ароматов. Но приятно, приятно. Буду тестировать, буду разнашивать. Давайте, наверное, обратно в файл, что ли, я эту миниатюру положу. И получается третий аромат, который у меня в миниатюре был. Это аромат от Elizabeth Arden, 5 Avenue. Вообще, можно сказать, что это уже такая женственная цветочная классика. Аромат абсолютно недорогой. Я его как-то давным-давно тоже в магазине тестировала. Но не помню, понравился мне он, не понравился. Решила вот такую миниатюру заказать тоже, опять же, потому что он по цене очень-очень бюджетный. Разношу, протестирую получше. Потом приму решение. Возможно, к весне даже закажу себе флакон, если очень аромат понравится. Но он очень приятный, конечно. Богатейшая у него пирамида, всевозможные цветы, всевозможные фрукты. И ландыш, и липовый цвет, и персик там есть. И, по-моему, и белые цветы. Ну вот, действительно, пышный цветочный букет в обрамлении фруктовых нот. Приятный аромат. Вот сейчас я его вдыхаю, мне он очень нравится. Почему я тогда его не оценила? Интересно. В общем-то, буду разнашивать, буду тестировать. Если очень-очень понравится, ближе к весне закажу флакон. Там хотя бы 30 мл этого формата мне будет достаточно. Ну, очень приятный. Нежный, женственный, припудренный, желто-цветочный, белый-цветочный. Есть в нем как будто бы небольшая какая-то альдегидность. Ландыши, может быть, в пирамиде тоже есть. В общем-то, да, приятный, но хочу на коже все-таки его еще разносить. Все-таки одно дело тестировать с бумаги, с блотера, немного не то пальто. Поэтому я его на коже поношу, потом приму решение. Так, и переходим мы к полноразмерным флаконам, собственно. Давайте начнем с аромата, про который я вам рассказывала буквально вот несколько видео тому назад. Я его также заказывала изначально в Промнике, чтобы повторно протестировать, потому что он у меня уже когда-то был. Я вам говорила об этом, но я его тогда продала, потому что не особо он меня зацепил. Как будто бы показался он более таким взрослым, что ли, статусным для меня парфюмом. Но немножечко тяжелым, будем откровенны. Это Burberry London. Я заказала себе тридцаточку. Цена самая выгодная, мне кажется, на объем 30 мл. И я так смотрю, она постепенно растет. Там на 100, на 200 рублей прибавляется. Иногда, конечно, когда на рандеву скидки, то немножечко цена опускается. Можно сказать, что это последняя распаковка в 2024 году. Последние какие-то новинки ко мне приходят. Поэтому я решила, что 2024 год нужно закрепить ароматом Burberry London. Да, пусть он у меня будет. Все-таки он очень приятный. Я когда пробник в прошлый раз на рандеву заказывала, я буквально с первого вдоха поняла, что, боже, ну это прекрасно. И почему я тогда его не оценила, я не знаю. Я уверена в том, что у меня был тогда оригинал. То есть это была даже не подделка какая-то ни в коем случае. Но почему-то нет. Какой милый флакон, боже ты мой. Какая прессия. Слушайте, а мне кажется, у него раньше вот этот чехол, вот эта одежда, да, на флаконе, по-моему, она была что-то по типу кожзама. Или я ошибаюсь. Или всегда была такая ткань. Ну это вот как будто бы просто хлопок сейчас. Мне почему-то казалось, что у него был более такой скользкий какой-то флакон, что-то по типу кожзама. Ну может быть я ошибаюсь. Так, где у меня тут блотеры? Что-то я в этот раз их поставила за коробку. Сейчас я, наверное, аромат еще один достану, коробку вообще уберу с глаз долой, то оно мне мешается. Так, ну что, это, конечно, однозначно аромат для тех, кто любит белые цветы в парфюмерии. Я белые цветы очень люблю. Белоцветочное направление – это мое направление. Ой, какой прекрасный. Но на старте я слышу в нем клубничность, я слышу в нем ягодность. Да, какие-то такие приятные красные ягодные ноты. Потом она, кстати, в процессе раскрытия улетучивается, смягчается. И просто остаются мягкие белые цветы, немножечко такие колкие, немножечко зеленые и с небольшим количеством сладости. Но это по большей степени именно такая цветочная сладость. Не ванильная, не какая-то гурманская, не карамельная. Нет, ни в коем случае. Это именно такая мягкая цветочная сладость. Прекрасный аромат. Вижу его и представляю осенью и весной. Сейчас не знаю даже, буду ли им пользоваться зимой. Мне кажется, все-таки нет. Рука к нему тянуться не будет. Но во всяком случае, уже ближе к весне, я, конечно, этот флакончик поставлю в использование. Сейчас он пока что у меня будет настаиваться. Аромат для меня звучит как-то так статусно, интеллигентно, выдержанно, женственно. Мне кажется, оформление флакона ему идеально подходит. Вот как раз-таки так именно аромат и звучит. Просто какая-то такая приятная цветочная, именно белая цветочная классика в парфюмерии. Очень мне сейчас этот аромат нравится. Не скажу, что он, конечно, будет моим самым-самым любимым бело-цветочным ароматом в коллекции. Но, тем не менее, тридцатки мне будет за глаза. И в охоточку я им буду пользоваться с превеликим удовольствием. А вот следующий аромат, про который мы поговорим, следующая моя новинка. Это тот аромат, который я единожды протестировала где-то, наверное, недели две тому назад в магазине и просто улетела. Просто влюбилась в него. Я до сих пор не понимаю, почему я его раньше не тестировала. Потому что, в принципе, это не такая уж новинка. То есть аромат не вышел там месяц-два тому назад. Он вышел, по-моему, в 23-м году, если я не ошибаюсь. Возможно, я просто его в магазине не замечала, либо просто у нас в магазине он не был представлен. Как всегда, до нас пока какие-то новинки дойдут, уже, можно сказать, это не новинки, а полноценные старинки. Буквально один раз его протестировала в магазине, как вам уже и сказала, вот буквально две недели тому назад. Это был первый и пока что мой единственный затест данного аромата. И когда я впервые его вдохнула, когда я только услышала эту композицию, я поняла, что вот он. Это тот аромат, который я хочу нанести на себя в новогоднюю ночь. Я хочу, чтобы он меня сопровождал, потому что он для меня какой-то торжественный, он какой-то для меня праздничный. В общем, не хочу затягивать долгое такое вступление. Это аромат от бренда Givenchy из линейки Linter D. Это версия Rouge Ultime. Именно версия Ultime. По-моему, Ultime называется, кто-то еще называет Ultime. Но я думаю, что правильно, наверное, все-таки Rouge Ultime. В общем-то, это вот этот аромат, в который я просто влюбилась. Я уже знаю, что я на себя нанесу в новогоднюю ночь. И вы знаете, когда я его в магазине протестировала, мне показалось, что в нем есть какой-то еще ягодный подтон. Потом уже после этого я зашла на фрагрантику и поняла, что в нем никаких ягод нет. Но сейчас я его все-таки, конечно, протестирую еще раз вместе с вами. Потом я его в дальнейшем буду еще разнашивать, буду экспериментировать. Потому что все-таки, когда в магазине аромат тестируешь, его слушаешь, это немного неполноценная картина. Потому что в воздухе, помимо данного аромата, витают еще и другие ароматы. И все это между собой перемешивается, объединяется. Но вот что, кстати, хочу отметить. Я параллельно на другом запястье, помимо данного аромата, тестировала еще классическую версию Rouge. И что могу сказать? Вот Rouge для меня все-таки более колкий, более пудровый. На старте там еще есть имбирные ноты. То есть, следовательно, он более такой пикантный и шершавый для меня. Вот эта версия для меня как будто бы более мягкая и немножечко уходит в более такие сладкие, приятные, мягкие акценты. И что самое интересное, данная версия на мне просидела гораздо дольше, чем просто классический Rouge. Поэтому, конечно, я отдаю предпочтение свое сердечко именно версии Ultime, вот этой новинки. Хотя тот аромат Rouge, это тоже безусловная легенда, тоже просто шикарный аромат. Невероятно красивый, но все-таки немного не мое. Но многие, кстати, на фрагрантике пишут, если у вас есть какой-то один из этих ароматов, то второй не нужен. Потому что плюс-минус они схожи, просто отличаются какими-то нюансами. Там буквально какие-то минимальные различия. Но вот лично для меня данная версия, она более пушистая и как будто бы сладости побольше. В общем, давайте уже флакончик доставать. Что-то я разговорилась. Боже, ну какой красавчик. Посмотрите, какая красота. Я сделаю подсъем, покажу его обязательно поближе. Данный флакон. У меня, кстати, объем здесь 50 мл. Изначально думала 30-ку взять, потому что он стойкий, он шлейфовый. И я думала, что 30-ки мне хватит. С учетом того, что, скорее всего, я буду его носить только по каким-то особым случаям, на какие-то мероприятия. То есть какие-то торжественные выходы, если такие у меня будут, конечно же. То есть, ну не на каждый день для меня он определенный. Поэтому с его стойкостью я думала, что 30-ки мне хватит. Но потом я подумала, что нет. Все-таки вот 50 мл самый оптимальный для меня объем, чтобы не экономить. Конечно, там формат побольше 75 мл, это уже многовато. Но 50 мл самый такой для меня оптимальный вариант. Хотя я, наверное, ошибаюсь. Там же не 30-ка. Там объем 35 мл, в принципе, тоже неплохой. Поэтому я и думала еще, какую версию мне заказать, какого объема. Потому что 35 это вроде бы и не мало, и не много. Такое какое-то среднее количество. Ну, в общем, ладно. Даже не об этом, да? Не об этом, не об объемах. Давайте распылять аромат. Ой, какая здесь крышка тугая. Вот сейчас нормально. Так, ну что? Сейчас будет второй затест данного аромата. Первый был в магазине. Ну, это, конечно, друзья, красота. Это очень-очень красивый аромат. И буквально с первых нот, помимо бело-цветочного звучания, я все-таки слышу в нем... Да, я в магазине не ошиблась. Я слышу в нем все-таки ягодный подтон. И по большей степени мне представляется здесь вишня. Вишня, которая аромату придает сочности даже какой-то минимальной кислинки, именно такой сочной ягодной кислинки, именно на старте. Повторюсь, что в пирамиде вишня не заявлено, но я ее почему-то здесь слышу. Причем вот эта вишня очень хорошо сочетается с бело-цветочным подтоном, хорошо сочетается с хрустящими, свежими, зелеными пачулями. Пачули здесь очень мягкие, они деликатные. Мне кажется, пачули здесь даже более-более мягкие, чем в классической версии Линтерди. Вот мне так кажется. И плюс, что самое интересное, что мне вообще нравится в этом аромате, в нем присутствует некая цепкая такая секси-нота. Мне кажется, это за счет Амраксана. Я когда его в магазине впервые послушала, я не знала, что в пирамиде есть Амраксан. И мне показалось, что, возможно, в пирамиде заявлен мускус. Потому что я слышу, как будто бы такие, какие-то немножечко сексуальные, мускусные, припудренные ноты. Что-то такое цепкое, манкое. Звучит это секси. И я думаю, что это, скорее всего, Амраксан. Когда я уже потом впоследствии открыла пирамиду, увидела, что в базе стоит Амраксан, я сразу поняла, в чем тут дело. И знаете, что самое интересное? Я очень люблю также от Givenchy Aromat Irresistible. У меня версия туалетной воды. Там в том аромате тоже есть некая такая сексуальная припудренность, такая мягкость. И вот здесь такая же нота присутствует. Только если в Givenchy Irresistible там роза, там кедровые ноты, там, по-моему, тоже мускус есть. И, по-моему, тоже, кстати, Амраксан. То есть здесь белые цветы и как будто бы абстрактные вишни. И вот эта вот нота пушистая, какая-то припудренная, какая-то сексуальная, мускусная для меня. Немножечко животная. Не в плохом смысле, что это какие-то какашечки там, да? А какая-то такая, знаете, как будто бы это какие-то феромоны кожи. Сексуальные феромоны кожи. Вот что-то такое телесное я слышу. Невероятной красоты. Вообще, вообще в пирамиде есть какао. Возможно, какао мне придает вот эту некую пудровость и пыльность, но я бы не назвала эту ноту пыльной. Это не то, чтобы какая-то пыль дорог, не то, чтобы мне забивает вот эта пудровость рецепторы в носу. Нет, это все-таки такая аккуратная пудровость. Возможно, какао эту ноту придает. Возможно. Плюс еще ко всему здесь табак заявлен, который я абсолютно не слышу в аромате. Возможно, он как-то в базе проснется. Возможно, он на коже проиграется. Нужно, опять же, на коже его разносить. Но посмотрим, проверим. Буду обязательно его разнашивать. Я еще про этот аромат вам расскажу. Но вот пока что, можно сказать, мое такое второе впечатление, второй затез данного аромата. И я подтверждаю, да, что все-таки именно на старте, именно на старте я слышу некий вишневый акцент. Причем вишня как будто бы даже немножечко подвяленная. Возможно. Но при этом в аромате есть и сочность, и кислинка вот эта вишневая. Именно на старте. Вот что самое интересное. В общем, прекрасный аромат. Конечно, я в восторге. Я в полнейшем в восторге. Это была любовь с первого вдоха. И повторюсь, что все-таки классическая версия Rouge. Это немного не моя версия. Немного не мое звучание. Хотя, хотя их сравнивают. Говорят о том, что если есть один, то второй не покупайте. Зачем? Смысл какой? Но я считаю, что все-таки они разные. Да, когда я их параллельно тестировала, вдыхаю один, вдыхаю второй, понимаю, что да, вот они общие. Они какие-то целостные. То есть понятно, что это ароматы от одного бренда. Понятное дело, что это ароматы из одной линейки. В них есть связующая нота. Скорее всего, именно связующая нота белых цветов и почулей. Но так, в принципе, конечно, вот какими-то полутонами, какими-то минимальными оттенками они различаются в раскрытии. Поэтому нужно тестировать, девчонки, все разнашивать. Напишите, кто знаком также с данным ароматом. Как он вам? Я считаю его каким-то новогодним. Я считаю его каким-то праздничным. Мне представляется какая-то новогодняя такая рождественская ярмарка, где продают имбирные печенья, где продают конфеты в красивой обертке. Не то, чтобы он звучал и пах, как какие-то имбирные печенья и конфетки. Нет, это просто картина. Общая картина рисуется, когда я вдыхаю данный аромат. Мне представляется какой-то глинтвейн. Вот что-то такое новогоднее и праздничное. Хотя, в принципе, в нем нет ни цитрусовых каких-то нот, ни хвойных нот. Да, то, чтобы напоминало, возможно, Новый год. Но, тем не менее, вот какой-то он такой торжественный, праздничный, очень веселый. Прекрасный аромат. Я обязательно буду им пользоваться в новогоднюю ночь. Вот именно хочу нанести его. Ну, а там посмотрим. Возможно, у меня настроение изменится. Мы все девушки очень переменчивые, особенно в плане парфюмерии. Сегодня хочется одного, завтра хочется другого. Вот сегодня у меня, как я вам уже в начале видео сказала, что плохое настроение. Но вот сейчас у меня настроение выросло на 100%. Это точно. Вот действительно, как все-таки ароматы поднимают настроение, как они вдохновляют. Кстати, я тоже участвую в игре «Восьмое чувство» от Рандеву. Посылочку я уже получила, забрала. Нужно будет снимать видео, ее распаковывать и позориться. У меня нет опыта, конечно, в слепых тестированиях. Я участвовала в первом и во втором сезоне, но это было очень давно. И тогда у меня по большей степени был формат говорящих рук, так как-то попроще даже снимать. А тут, я не знаю, еще и без монтажа нужно все снимать, то есть без склейки, без вырезания чего-либо. Для меня это проблематично именно с точки зрения того, что обычно, когда я снимаю видео, я открываю окно, потому что я распыляю аромат, я все это тестирую. Конечно же, голова может разболеться, если не открыть окно. А у нас очень часто летают самолеты и низко летают, то есть это очень-очень слышно. Потом у меня моя собачка, шпицулька моя, она тоже по любому поводу то залает на какой-то шум у соседей. Иногда она проходит мимо зеркала, сама себя там видит и на саму себя желает в отражении. Это у нас такая фишка с детства. Не знаю почему, вот до сих пор она, когда себя видит где-то в отражении, обязательно лает. Плюс по телевизору, если какие-нибудь коты, животные, тоже обязательно она лает. Это все, естественно, когда я снимаю, я это вырезаю. То есть у меня определенный монтаж. Потом тоже я, как правило, снимаю с дочкой дома, когда она спит в тихий час. Но у нас тихий час такой тоже нестабильный. Она может там 15-20 минут поспать и проснуться, заплакать. Зовет маму. Должна я обязательно к ней прийти, ее успокоить, чтобы она дальше заснула. Тоже это определенные, конечно, проблемы. Ну, в общем, все как всегда. То курьер позвонит, то еще кто-нибудь, что вот пятый, десятый. Поэтому, конечно, в этом плане есть некие переживания, и это немного проблематично, снимать единым дублем. Плюс ко всему я не эксперт, не знаю, что уж я там угадаю. Это для меня будет такой некий опыт, интересный опыт, я надеюсь. И я надеюсь на то, что мне хотя бы несколько ароматов попадутся, которые у меня есть в коллекции. Вот для меня самое главное узнать хотя бы те ароматы, которые у меня есть. Если я их не узнаю, и если вообще мне в аромабоксе такие ароматы попадутся, в принципе, то для меня это будет самый ужасный позор. Наверное, я просто закрою канал, я уйду с YouTube. Это, конечно, шутка, но тем не менее. Не узнать свой аромат, которым ты, допустим, восхищаешься, очень любишь, это на самом деле, вот для меня лично стресс будет. Но посмотрим, посмотрим. В любом случае, это увлекательная, интересная, я надеюсь, что веселая игра. Главное не победа, а главное участие лично вот в этом случае для меня, поэтому будет видно. Ну, а на этой ноте, наверное, я буду заканчивать данное видео. Спасибо, что были со мной, спасибо, что посмотрели данное видео до конца. Напоминаю, что все ссылочки и названия ароматов будут в описании. И, в общем-то, всем пока-пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok